Богу, слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу Спасителю, братья и сестры, всех вас приветствую, благоставляю именем Господнем. Вот и сейчас трансляция на ютубе, на моем канале Бишоп Журавлев и ваш покорный слуга, архиепископ Сергей Журавлев. И я сегодня хочу поделиться как раз этим праздником, который в традиции православной отмечается сегодняшним днем, в четверг. Это праздник Вознесения Господня, Вознесения Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Так он в календаре именуется. И сам этот праздник празднуется в традиции, в древней православной традиции, на 40-й день после Пасхи. Вчера в среду отдание праздника Пасхи было, то есть последний день в православной традиции. Пелось в храме «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах жизнь даровав». Вчера были последние пасхальные такие были служения во всех храмах, по всей Руси. А сегодня уже праздник Вознесения. И даже есть такая присказка, поговорка такая есть. Не бывает Вознесения в воскресенье, а всегда в четверг. Вот так выпадает оно всегда в четверг. Вот сегодня, четверг, 17 мая 2018 года, выпало на праздник Вознесения. Да, и вот полное наименование праздника, я уже говорил, да, Вознесения Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. С одной стороны, это праздник, с другой стороны, расставание с Учителем. Расставание, да, с Господом Иисусом он ушел, но обещал вернуться, в общем-то. Он ушел в окружении своих друзей, апостолов, Вознесся в небо, ушел в теле, прославленном в своем теле. И, знаете ли, расставание обычно это не праздник, тем более с дорогим человеком расставание. Это всегда, ну, как бы, так, какая-то потеря и какое-то переживание. Но, знаете, расставание с нашим Учителем, с Господом Иисусом не было трагедии, а было праздником. Почему? И стало праздником на все эти века. Потому что Иисус, он, знаете ли, как бы, ушел и не ушел одновременно, как бы, ушел с телом своим на небеса. Но, с другой стороны, он с нами во все дни до скончания века. То есть, Иисус, как он и обещался, он остался здесь, на земле, с учениками своими, с нами, то есть, уже с нами, учениками уже 21-го столетия, в частности. Вот, и вообще, вот, во все дни до скончания века он с нами, Духом своим святым. Духом святым, он, даже уходя, сказал, что для вас лучше, чтобы я ушел. Потому что утешитель, Дух истины, Дух святой, он должен был прийти. И Господь сказал ученикам, чтобы, вот, тем первым апостолам, чтобы они никуда не уходили из Иерусалима, пока не облекутся силой свыше. Вот, и, знаете ли, вот это расставание, наверное, было во многом даже странным. Иисус, когда воскрес из мертвых, он на протяжении 40 дней являлся ученикам, то есть, он приходил и по отдельности к верующим, и целым группам верующих, и даже большим собранием являлся, порой одновременно, там, более чем 500 братьев написано. То есть, собрание было, ну, тысячное собрание, представьте, 500, более чем 500 было братьев, плюс еще наверняка и сестры были, и, то есть, это, можно сказать, ну, тысячное собрание. Иисус являлся очень разным группам, большим и малым группам верующих, и вот нашим братьям, сестрам тогда он раскрывал тайну Царства своего, Царства Божьего, Царства Небесного. То есть, он учил их о Церкви, он говорил им о Церкви, говорил им о Царстве Господнем. И вот это действительно, ну, скажу так, чудо, чудо Царства Божьего, чудо Царства Небесного. И это Царство Небесное, оно в нас, и оно среди нас, это Сам Господь, Иисус Христос. Можно так сказать даже, перефразировав старое изречение, можно так сказать, что мы говорим «Церковь», подразумеваем Иисус. Мы говорим «Иисус», подразумеваем Церковь. «Слава Богу, да, приветствую вас, брат Сергей пишет здесь, да, приветствую тоже вас, слава Богу, во имя Господне. Пусть Бог благоставит всех вас, возлюбленные братья и сестры, кто подключается, и потом, кто в записи будет смотреть, также это обращение, связанное как раз у нас с праздником Вознесения Господнего. Вот, и, с одной стороны, да, это праздник не библейский, то есть, не было постановления Господа о праздновании, это не Господний праздник, в этом смысле слова этого, но это праздник церковный, и он действительно собой имеет, ну, вспоминает события, которые действительно имели место быть, имели действительно свою историю в Библии, это празднество, и имеет, и в жизни земной Иисуса Христа, ну, в завершении, так будем так говорить, земной жизни Иисуса Христа. Вот, и Вознесение Господне, поэтому для нас, верующих, это, ну, скажу так, это праздник церковный, но это праздник святой для нас, потому что мы вспоминаем действительно события восхищения Господа, вознесения Его на небеса. Он ушел очень красиво, эффектно, так, что даже ученики, даже, они как бы и смотрели в небо, вот, я представляю их выражение лиц, вообще их восхищение, удивление, вообще восторг, но им явились ангелы, которые сказали, мужик, слушайте, братья, Иисус, как Он ушел, так Он и придет таким же образом, а вы, говорит, что вы делаете свое дело. Ангелы Господни, посланники Всевышнего делают свое дело, а мы люди, как тоже посланники Всевышнего, делаем свое дело. Слава Богу! Вот, и что, друзья, сегодняшним этим днем благоставляю всех вас во имя Господне, благоставляю сегодня всех, и кто подключается в этом прямом эфире, потом в записи будет смотреть, всю нашу архиепископию киевскую благоставляю, всех братьев, сестер, всем священнослужителям, большой привет огромный, передаю, значит, с берегов Невы и Жоры, здесь зачиналось православное обновленчество, здесь оно зарождалось, да, в самом начале 20-го столетия, вот, и зачиналось здесь, в Петербурге, рождалось уже в Москве в 23-м году, 95 лет тому назад, вот, а свое возрождение, православное обновленчество, уже имело в Киеве, в конце 2000-го, начало 2001-го года. Вот так вот, дамы и господа, пусть Бог благоставит всех вас, молюсь о служении нашей архиепископии киевской, молюсь о вообще православном нашем братстве, реформаторском, евангельском братстве, и с сегодняшним, вот, этим днем, хочу сказать, заранее уже, как анонсом, что ли, вот, что летом, в июле месяце, мы уже как-то собирались на собор, кто помнит, Петра и Павла собор, кстати, видео есть на ютубе, вот, тоже на канале как раз, вот, именно ютуба, с того еще собора, который был, получается, ну, два года назад, так, думаю, вот, значит, три года уже, вот, даже ее уже слушайте, давно мы, вот, как бы, вроде недавно прошло это событие, но уже, уже время прошло достаточно, вот, и собор в этом году снова соберем мы на Петра и Павла, у нас в Киеве, Петропавловский собор, вот, и соберемся для, действительно, очень такой важной задачи, апостольский собор, на том прошлом Петропавловском соборе было рукоположение наших епископов Петра и Павла, так что и Павлу, и Кифе привет огромный, особенный привет, вот, и всем братьям святым, слава Богу! И, конечно, для нас, вот, церкви уже 21-го столетия, неважно, какой мы конфессии, динаминации, ну, и, в частности, вот, для нас, православных реформаторов, обновленцев, конечно, вот, само празднество Вознесений и, вот, Пятидесятница, Троица, это, действительно, как некий такой, как призыв, что ли, от Господа, некое такое, знаете ли, вот, напоминание от Господа, вот, и для нас это не просто даже воспоминание того, что было когда-то, а это реальность сегодняшнего дня, потому что Господь с нами во все дни, и Он сегодня с нами, в нас верующих и среди нас, и без Него ничего не можем сделать, действительно, и Он есть наша жизнь, наше все, Он есть воскресение и жизнь наша, слава Богу! Этим как раз посланием делюсь здесь, в Петербурге, этим посланием делюсь в разных городах, селах по России, по Украине, Белоруссии, вот, и в других странах. Вот, привет огромный Кавказу, огромный привет Грузии, потому как тоже молюсь о поездке в Грузию, Саккартвелло пробуждается, вот, духовно пробуждается, страна Лозы пробуждается, и в эти дни тоже молюсь за Грузию, молюсь о духовном пробуждении Грузии и всего Кавказа, слава Богу! Вот, и, дамы и господа, братья и сестры, вот, благоставляю всех вас во имя Господне и прошу ваши тоже молитвы святых, вот, о нашем братстве, вот, благоставляю верующих разной конфессии, разной деноминации, потому что сегодня так или иначе, все тело Господне, все тело Христова, вся Церковь нуждается в этой реформации, огромной реформации. Знаете ли, миллион раз прав был один из святых отцов древности еще, третьего столетия, ну, вот, христианской церкви Киприан Карфагенский, Киприан архиепископ Карфагена и лидер всей Северной Африки тогдашней, третьего столетия, это в то время, когда еще церкви, нашей христианской церкви было всего лишь пару столетий от родов, вот, да, в третьем столетии, тогда еще наших с вами братьев-сестер порой по техе ради, знаете ли, римские палачи бросали на растерзание там львам там, в Колизее, в других этих амфитеатрах, время было очень такое непростое, но слава Богу, мы выстояли, слава Богу, церковь выстояла, вот, слава Богу, церковь побеждающая, потому что врата ада не устоят перед церковью Божьей, не одолеют и не устоят, слава Богу, вот, и Киприан Карфагенский говорил, экклезия сэмпер реформанда, церковь непрестанно реформируется, поэтому я говорю, миллион раз прав, действительно это так, потому что если не реформируется, то деформируется, или реформанда, или деформанда, вот одно из двух, но чтобы действительно была всегда реформация, а не деформация, нужно взирать на начальника веры, совершителя веры Иисуса Христа, нужно взирать на Него, глазами веры, размышляя о Нем, молясь, призывая Его имя Святое, Иисус, 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 Он есть в воскресении и жизнь наша, вот, дамы и господа, и так что рецепт реформации на самом деле очень простой, еще пять столетий назад, когда началась эпоха, даже эпоха целая, великой реформации, закончилась тогда, слава Богу, по милости Господней, эпоха великой деформации, деградации церкви, началась эпоха великой реформации, то есть восстановление, покаяние, исправление церкви, вот, слава Богу, что в это время действительно очень такой простой и гениальный вот рецепт реформации люди осознали, по крайней мере через пять столетий сегодня, спустя пять столетий, это уже, ну, просто очевидно, что это так на самом деле. Рецепт реформации, это взирать на нашего Господа Иисуса Христа, Он сказал, как Моисей вознес змея в пустыне, так должно быть вознесено и Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, ибо так возлюбил Бог мир, и Иисус себя сравнил с тем вот событием, с тем змеем, вот, описано в числах, помните, да, когда народ Божий из-за ропота, греха оказался в таких жутких проблемах, да, змеи атаковали народ Божий и жалили, и народ возобил, кстати, там в оригинальном тексте не только говорится об обычных змеях, которые там жалили израильтян, но говорится и о сверхъестественном поражении, потому что там стоит еще слово Серафы, то есть Серафимы. Бог не только повелел змеям жалить народ свой, но и сверхъестественно поражение было от ангелов. если от обычных змей можно было еще как-то еще, знаете ли, отбиться, то от сверхъестественного поражения, ну, невозможно было. Да. Светильник не угас, аминь, 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 чтобы, да, действительно светильник не угас, вот, а он не угаснет, если мы взираем действительно на Господа, если Христос в нас, в уповании славы, вот, и поэтому взираем на Христа, вот, как те, вот, вышедшие из рабства сына Якова и там, и плюс еще с разных народов, проживавших в Египте, уверовавшие все, вот, им надо было взирать на вот то изображение того медного змея, вот, и те, кто смотрели, они исцелялись, исцелялись, и больше змеи не могли учинить никакой беды, и ни сверхъестественное поражение не могло прийти в их жизнь уже, ни такое естественное поражение не могло прийти в их жизнь, потому что, думаю, даже если змеи и пытались жалить после этого, то все было без толку, знаете ли, вот, просто люди смотрели, переступив через страх, через все, смотрели на это изображение, и смотрели, и исцеляли, смотрели, и были в Божьей защите, и сегодня рецепт реформации, вот, очень простой, взирать на Иисуса Христа, мы говорим Иисус, подразумеваем реформация, мы говорим реформация, подразумеваем Иисус, слава Богу, вот так вот, так что, друзья, слава Иисусу Христу, на веке слава Богу Святому, аминь, вот, и благоставляю вас всех, дорогие друзья, благоставением священническим, благоставляю во имя Господне, да благословит тебя Господь, и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь, светлым лицом своим, и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя, и даст тебе мир, во имя Иисуса Христа, аминь. И ни в ком другом не спасение, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Аминь, аминь, аминь. Да, слава Богу, благословляю всех вас, возлюбленные, вот, и Господь, уйдя вот таким образом, восхитительным, удивительным, сверхъестественным, Он таким же образом и вернется. Так что, делаем свое дело на этой земле, Божье, святое дело, послание, несем Евангелие Христово, исцеляем больных, очищаем прокаженных, воскрешаем мертвых, несем Слово Божье всем, всем, всем народам, без исключения, потому что Бог действительно возлюбил этот мир, и Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог написан, и един посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех. Слава Иисусу Христу! Благоставляю всех вас во имя Господне. Из Санкт-Петербурга, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская Православная Церковь, Христа Спасителя, Киевская Архиепископия. Мир всем вам! С Богом, друзья! Аллилуйя! Аллилуйя!